Иностранные маркетплейсы пользуются все большей популярностью в Казахстане. В прошлом году казахстанцы потратили на торговые платформы почти 2 триллиона тенге. Это 72% от всего объема рынка электронной торговли республики. Такие данные привели в Бюро национальной статистики. Отечественные маркетплейсы заработали 672 миллиона тенге. Чаще всего казахстанцы покупают онлайн-гаджеты или бытовую технику. В Кыргызстане ввели обязательную маркировку топлива. Это позволит эффективно бороться с нелегальным оборотом горюче-смазочных материалов и повысить качество продукта на рынке. Молекулярный маркер – уникальное соединение. Проникает структуры топлива и не подвержен вымыванию. Проверяет такое горючее с помощью специальных приборов. В рамках борьбы с нелегальным оборотом горюче-смазочных материалов ужесточат и наказание за продажу немаркированной продукции. До конца года нефтетрейдеры должны реализовать остатки немаркированной продукции. Проверять топливо будут при его поступлении в республику на предприятиях. Нефтетрейдерам и производителям ГСМ маркировка обойдется в 37 тыинов – это 250 тенге за литр. В налоговой службе уверены, что внедрение данной системы улучшит администрирование акцизного налога на горюче-смазочные материалы и увеличит налоговое поступление в бюджет республики. С 1 января 2025 года запрещается реализация на территории Крысской республики немаркированного топлива. Поэтому в течение трех месяцев мы должны провести всю работу по своевременному осуществлению учета и маркировки топлива, осуществляющей импорт и производства на территории Крысской республики. Административные штрафы 17 тысяч повысятся до 65 и, соответственно, будет бить более чувствительные по карману нарушителям. А при превышении стоимости изъятой продукции 100 тысяч сомов будет наступать уголовная ответственность. Объемы маркера сейчас в данный момент они достаточны для Крыгызской республики. Мы можем маркировать вес, объем ГСМ по Крыгызстану. Никаких сбоев практически, никаких сбоев я не вижу, никаких сбоев именно в рабочем процессе маркировки не будет, потому что наши специалисты уже обучены, все у нас готово. В Минске на заседании постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансов депутаты рассмотрели проекты госбюджета на следующий год. Также обсудили и формирование бюджета Фонда социальной защиты населения. Он будет с профицитом в более 500 миллионов белорусских рублей. Он влияет на размер материальной помощи и других социальных выплат. В 2025 году ожидается повышение трудовых пенсий. На совещании обсудили рост налогов в следующем году повысится вычет на акцизы на алкогольные и табачные изделия. Некоторые налоговые льготы пересмотрели, отменили неэффективные. В законе есть и новшества. В заседании участвовали парламентарии, руководители Министерства по налогам и сборам, труда и социальной защиты, финансов и Фонда социальной защиты населения. Насколько мы сможем помогать нашим многодетным семьям, нашим возрастным людям в виде адресной материальной помощи, в виде повышения наших пенсий трудовых, зависит от того, как будет работать экономика. На сегодняшний момент у нас унифицированы и применяется будет единая льгота по налогу на недвижимость, земельному налогу и транспортному налогу в отношении такой категории, как лица, проходящие военную службу либо альтернативную. В Аркадаге появится предприятие художественного ковроделия. Макет здания представили лидеру Народного совета Туркменистана Гурбангулы Иберд Мухамедову. По его словам, в ходе отделки необходимо придерживаться национальных традиций. Гурбангулы Иберд Мухамедов ознакомился также с проектами зданий, которые возведут в ходе второго этапа застройки умного города. Роспродаж микрочипов в мире достиг максимум за два с половиной года. В августе этот показатель увеличился на 20%. Компании поставили на мировой рынок микрочипов на 53 миллиарда долларов. Это максимальный уровень продаж с апреля 2022 года, сообщает в Ассоциации полупроводниковой промышленности. Организация включает почти всех американских производителей чипов. Эксперты рынка связывают рост спроса с развитием искусственного интеллекта, виртуальной реальности сетей 5G, производства электромобилей, а также устойчивого потребительского спроса на электронику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова